Здорово, ребят! Решил зайти в свою творческую студию моего YouTube канала и проверить монетизацию, хорошо ли у меня монетизируются мои видосики. И смотрите, что я обнаружил. В принципе, это не новость, я уже с ней встречался уже давно. Короче, когда ваше видео здесь ограничена реклама или же отключена. То есть такая фигня может случиться на любом YouTube канале. У меня есть здесь видео, в основном это старые видосы мои, еще там, когда я только начинал заниматься видеоблогерингом. Видео набирали не очень-таки много просмотров, то есть даже тысячи нету. Но дело в том, что что меня насторожило, я вот буквально неделю назад обнаружил, что одно из моих популярных видео, как открыть всю карьеру в CityCardRain, которое набрало 100 с лишним там тысяч просмотров. Давайте я вам покажу. Вот, 108 тысяч просмотров, 1200 лайков. Ну, короче, хорошее такое, с которого я получаю неплохой таки доход. Оно у меня было, тоже, короче, реклама была ограничена по непонятным причинам. Хотя, в любом случае, просмотры были очень хорошие, и YouTube его, ну, не мог его отключать. Возможно, это как бы алгоритмы дали сбой, или же, возможно, YouTube сам намеренно отключает такие видео. Ну, иметь в виду не отключает, а ограничивает, ну, типа, знаете, сэкономит немножко баблишко, чтобы не платить его партнерам. Может такое быть, но я все-таки запросил повторную проверку для этого видео, и через два дня мне его восстановили, что как раз информирует вот это вот письмо. Давайте я вам покажу. Здравствуйте, буст. Мы проверили ваш ролик и выяснили, что он соответствует требованиям рекламодателей. Речь идет о следующих видео. То есть, мне вернули монетизацию для этого видоса, поэтому, если у вас такие же, такие же траблы возникают с вашими видео, то не бойтесь запрашивать повторную проверку. Но, имейте в виду, что запрашивать повторную проверку нужно только для тех видео, которые набрали более тысячи просмотров. То есть, если у вас не набрало это видео тысячу просмотров, то, в принципе, бессмысленно запрашивать повторную проверку. Хотя, год назад или два года назад, да, год назад где-то у меня было такое, что, вот видите, я некоторые видео запрашивал повторную проверку, Хотя у меня там было и 256 просмотров. Ну и, короче, вот так вот где-то в этих пределах. И некоторые видосы, ну, так сказать, канала, да, можно было их вернуть к монетизации. Но здесь у меня такие обычно поставались старые видео, которые не прошли, ну, которые нельзя вернуть им рекламу. Ну, то есть, ну, YouTube считает, что такие видео недостойны рекламодателей и он их ограничивает в монетизации. В принципе, мне как бы не тяжело, то есть это старые видосы, они мало пользуются спросом. То есть у меня тут всего лишь две страницы, в принципе, видео не такие уж, знаете, какие-то там супер популярные. Поэтому я как бы на эти видео забил, забил, можно так сказать. Вот, конечно, есть у меня некоторые видосы, которые 2086 просмотров набрали. Но я, наверное, запрашивал повторную проверку, когда еще тысячи, наверное, не было просмотров у этих видосов. И сейчас я уже повторно их, ничего с ними сделать не могу. Даже если я сейчас нажму на монетизацию. Что бы я ни делал, как бы монетизация есть. Но, видите, видео не подходит для большинства рекламодателей. Поэтому в нем либо нет рекламы, либо есть объявления только некоторых брендов. То есть, в принципе, ребят, паниковать не нужно в этом случае. Монетизация однозначно, я думаю, там будет. Потому что я лично не обнаружил особо большого скачка моего популярного видеоролика. Я не увидел там слишком какой-то большой скачок. Но, тем не менее, в любом случае, это нужно иметь в виду и знать. То есть, если вы занимаетесь YouTube-блогингом, да, там снимаете видосы какие-то. Время от времени заходите во вкладку менеджер видео-видео и просматривайте вот такие вот видосы, которые там охраничены в рекламе. Потому что это зависит на ваш доход. И такие вот моменты их в любом случае нужно проверять. То есть, без рекламы или с объявлением некоторых брендов. По проверке так проверяйте. Если ограничены в монетизации, то запрашивайте обязательно проверку. Короче, ребят, на этом все. Всем спасибо. Если у вас аналогичные проблемы были с какими-то видео, не забывайте писать в комментариях, подписываться на канал. Еще будет много интересных видео на моем YouTube-канале. Я делаю упор именно на полезные видео. Поэтому ты всегда будешь в профите. С тобой был Boost. Все, всем пока и чао. Субтитры сделал DimaTorzok